Здравствуйте, уважаемые зрители Управда ТВ. С вами Виктория Черкова, программа «Гость» в студии. Сегодня мы знакомимся с политологом Александром Казаковым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в Ульяновск. Спасибо. Из какой миссии вы сюда приехали к нам? Вообще меня пригласили мои товарищи. Я никогда не был раньше в Ульяновске. Даже в советское время школьникам не попал. Но я хотел город посмотреть, с некоторыми проблемами города познакомиться. Потому что у нас же как бы есть проблемы общенациональные, федеральные. Но они все равно так или иначе отражаются на всех наших городах и на всех регионах. Ну вот я увидел то, что отражается. Есть что сказать и здесь, и потом в Москве. И что вы уже заметили? Где побывали? Мы проехали по историческому центру. Ну и, собственно, первое, что мне показали с гордостью, ну такой, с щемящей грустью одновременно, это здание бывшего Суворовского училища, бывшего танкового училища. Для меня такие места во всех наших городах имеют особый смысл и значение, тем более в наши времена, когда у нас меняется отношение к войне, меняется отношение к армии и меняется отношение к тому, как мы будем воспитывать следующие поколения. И в этом смысле, когда я узнал, что территория готовится к застройке, меня всегда удивляла. У нас самая большая страна в мире. Как бы Ульяновская область, прямо скажем, не крошечная. И неужели другого места для застройки нельзя найти, кроме как на таких исторических объектах, я там только таблички насчитал с десяток. Я уж не говорю о панно, где герои Советского Союза и дважды герои, герои уже Российской Федерации, но неужели нет другого места. Это первое. Но тут даже дело не в архитектуре. Мы действительно должны, и мы это уже делаем, по всей стране, мы должны поменять настройки развития нашего общества, приоритеты другие показать. И чтобы не ночные дискотеки и клубы были приоритетным местом для нашей молодежи, а суворовские училища. А это значит, что надо сохранять те здания, где они были, сохранять места, где до этого, где отцы, деды и прадеды, тем более у вас действительно там и прадеды, это же еще была кадетская революция. Это та преемственность, которая нам нужна для будущего. И я, конечно, в Москву вернусь, обязательно выступлю против застройки на этом историческом месте. Потому что, но странно, что кому-то приходится это объяснять. Я во многих городах за последнее время побывал. Мне кажется, что люди везде начинают понимать, что немножко жизнь изменилась, и приоритеты поменялись. И из общества потребления, которое нам навязали, кстати, в 90-е годы, мы возвращаемся к настройкам здорового общества. Здорового общества с традиционными ценностями. Общество потребления, как не вам знать о европейских ценностях, вы же в Латвии руководили русской общиной. Скажите, как вот эта русофобия начала развиваться, какими темпами, и когда вы этот щелчок услышали? Ну, там-то рано, еще в конце 80-х, как только первые латыши-иммигранты появились в советской еще Латвии, из Канады, из Соединенных Штатов, а откуда там взялись большие латышские сообщества? Это те, кто вместе с нацистами из Латвии ушел, заступающей германской армией, соответствующей. Вот они и начали возвращаться. Поэтому они с ненавистью ко всему русскому, к России, к Советскому Союзу, собственно, то же самое, что и на Украине, когда бандеровцы начали туда заезжать, такие патентованные, со справкой бандеровцы из Канады. То есть это какая-то чума завозная, конечно. Но легло это на определенную почву, которая сохранялась и в советское время. Не доработали. Я не раз уже говорил, что мы сейчас воюем недовоеванную войну. Наши отцы и деды ее не довоевали, теперь досталось нам, а нашим детям и внукам оставлять эту войну уже нельзя. Мы должны ее довоевать. Так что, как ни странно, в какой-то степени прибалтийские неонацисты, они же были учителями украинских неонацистов, в буквальном смысле этого слова. То есть они туда приезжали, делились опытом. Как ассимилировать русских, как их выдавливать из страны, какие нужно принять законы, чтобы русские сами уезжали. Когда этот недотыком Козеленский сказал, что если вы такие считаете себя русскими, то уезжайте ради сохранения жизни своей и ваших детей. Так что в этом смысле только преемственность есть определенная. Ну и я тоже из Латвии потом добрался до Донбасса в итоге. То есть я следом за неонацистами следом ехал. Про Донбасс расскажите. Вы же там большой пост занимали, сколько я читала. Ну да, я был советником первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захаченко. Собственно, до дня его гибели в результате теракта. Это любимый метод киевского режима, с чем мы теперь и Совет уже столкнулись. Уже и не раз. Знаете, что о Донбассе рассказывать? Сейчас про Донбасс знают все. Надо только правильно оценивать эту историю. Потому что в 2014 году у меня часто об этом спрашивают, как все начиналось. Да очень просто. Просто жители Донбасса сказали, мы так не хотим. Вот мы ваши там майданные бандеровские штучки играть не будем. Идеология нам это не близка. И Бандера нам не герой. У нас свои герои. У вас Бандера, у нас Ватутин генерал, которого бандеровцы убили, кстати. И сказали нехотимые. А когда на них пошли с войсками, сами взяли в руки оружие. Сами. Это очень важно понимать. Это как бы в военной терминологии, это не Россия создала себе плацдарм. Как бы внешний. А Донбасс сам это сделал. И стал как бы, как в песнях поется. Там все говорили, что позади Москва. Все эти годы. Встал и в 8 лет Донбасс расстреливали. В 8 лет погибали женщины, дети и старики. И в 8 лет Донбасс стоял, и он выставил, дождался, когда пришла Красная Армия. Многие утверждают, что сейчас третья мировая война. Честно, я и сама так считаю. Скажите, чем все обернется? Когда все это закончится? И какие тенденции сейчас уже, как политолог? Ну, это смотря, о чем мы говорим. Если мы говорим о специальной военной операции, а это действительно специальная военная операция, то она может закончиться в этом году. Если нет, то в следующем точно. Потому что в рамках специальной военной операции, несмотря на то, что люди у нас сидят дома и на компьютере делят карту Украины, это любимая забава 2014 года, армия, любая армия, и наша тоже армия, она не за территорией воюет, она воюет с противником. И если мы нанесем военное поражение, если наша армия нанесет военное поражение армии киевского режима, он останется без армии, и, собственно, вопрос территорий решится сам собой. И это главная задача на сегодняшний день, что нанести военное поражение. Это их выбор. Они сами это выбрали. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что это трагедия, наша вообще-то трагедия славянского мира, трагедия русского мира, потому что мы действительно воюем с зеркалом. Но это не наш выбор. Нас заставили, вынудили к этому. Предложение от нашего Верховного 24 февраля 2022 года прозвучало четко и конкретно в 5 часов утра. Он не зря к офицерам украинской армии обратился товарищ. Это было предложение. Давайте решим задачи, которые мы поставили перед собой, без войны. Они выбрали войну. И Запад выбрал. Запад воюет с нами гораздо дольше. Поэтому я и назвала это Третье мировое. Это такая третья, она такая неформатная пока еще война. Гикон называет ее гибридной страны. Это журналистское слово, это не научный термин. Но в качестве вот такой гибридной она давно идет. И, кстати, ту войну тоже объявили мы. Это важно. Для наших людей это очень важно, что мы принимаем эти решения. Так же, как в Мюнхенской речи по большому счету Путин объявил, что мы не сдадимся в гибридной войне. А потом было 8-0, 8-0, 8-0, 8-0, потом был 14-й год, потом был Крым, вот, и потом 22-й. То есть в этом смысле развивалась эта история долго. Но сейчас, да, в локальном театре военных действий в ограниченном конфликте идет горячая война, а вокруг нее идет, я бы сказал, полыхает, третья мировая, но пока не горячая. Вот. Что будет ли она, зависит тоже не от нас. Вот. Чего мы хотим, мы заявили. Мы, в смысле, наша страна, наш народ устами своего верховного главнокомандующего. Я просто говорю мы, потому что я идентифицирую в данном случае себе и со страной, и с народом. Мы объявили, что мы хотим, мы просто предложили нашим противникам уйти. Даже границу указали 15 декабря 21-го года. Уберите военную инфраструктуру на рубеже до 97-го года от наших границ. Наше слово сказано. Ну, а потом сказано, правда, еще и верховным, и министром иностранных дел, Лавровым, что не услышали хорошо. Каждое следующее предложение будет хуже. И теперь зависит от них, как они отреагируют. Если они примут наши условия или, по крайней мере, начнут их серьезно обсуждать и искать какой-то компромисс, возможно, это одно дело. Тогда мы будем разговаривать. Если они, как тогда, в декабре 21-го и в январе 22-го, проигнорируют, тогда, к сожалению, есть вероятность интернационализации конфликта, выхода его за границу бывшей Украины, тогда есть шанс получить большую европейскую войну. Кстати, сразу скажу, что когда наши люди жалуются, почему мы не используем все, что у нас есть, почему мы, как бы, сдерживаем себя на территории бывшей Украины, вот именно поэтому. Поскольку есть вероятность большой европейской войны, мы должны экономить ресурсы и не должны показывать нашему врагу все, что у нас есть. Все, что мы покажем, он все изучит. Так что мы должны сохранить для него определенную линейку сюрпризов. Сюрпризы? Да. Вполне разумеется. Есть надежда, что нам это не пригодится, дай бог. Лучше, чтобы было. Но, чтобы было обязательно. И именно вот возвращаясь опять к Ульяновску, все то, что связано с армией, все то, что связано с патриотическим воспитанием, все то, что связано с исторической преемственностью нашего воинского подвига, это все надо не просто сохранять, это надо пестовать, это надо делать культовыми местами. Надо восстанавливать то, что сломали после 91-го года. Был у нас такой один министр обороны, который все закрывал и ломал. Вот он очень любил на место военных училищ строить новые микрорайоны, эти человейники. Не надо этому следовать. У нас 22-го, 24 февраля прошлого года все изменилось. У нас будет другая страна, она уже другая, она даже больше стала. И по территориям, и по людям. У нас другая страна будет, и у нас другое общество. И ответственность другая получит. Разумеется. И в этом смысле. И ответственность властей на всех уровнях. Надо понимать замысел верховной власти. Понимать надо. Ради хотя бы собственного, собственного, личного будущего. Потому что уже ничего не изменится. То есть все основные тенденции, они уже обозначены, они уже идут. Но вот, пожалуйста, последний пример. На прошлой, кажется, неделе. Тихо, спокойно, без шума, без пыли, без митингов, без дискуссий. Просто закрыли Сахаровский центр. Потому что он вредный. И это знали все. Но он был. Больше нет. По запросу Минюст. Следующий будет Ельцин-центр. Это тенденция. И на всех уровнях власти должны это понимать. Сейчас решение принимается быстрее, я так поняла, да? Быстрее. Хотя надо еще быстрее. Вот мне сегодня когда рассказали про патронный завод в Симбирске и про мост, который строился для снабжения фронта этими же самыми патронами. Я так понимаю, завод и сейчас работает. Конечно. И работает для специальной военной операции. Работает для фронта. Это было еще предприятие. Одно из. Очень мощное. То есть, вот как тогда принимались решения. Ну, модель нормальная. для нас за образец. Хотя надо еще быстрее. Вот и деньги на этом зарабатывать нельзя. Если кто-то хочет сегодня зарабатывать деньги за счет тыла, это турма. Ну, не сегодня, а так завтра. Надо слушать Верховного. Надо чувствовать, как развивается страна и общество. И запрос общества надо понимать. Потому что, когда мы говорим, надо мобилизовать общество, не нужны законы для этого. Общество у нас самомобилизовалось по всей стране. От Калининграда до Сахалина. Мы, благодаря специальной военной операции, получили то, чего многие хотели и не получалось. Мы получили патриотическое гражданское общество. Оно у нас есть. И оно требовательно. Это общество, патриотическое гражданское общество, знает, чего оно хочет. Оно хочет победы. Безусловно. И мы с вами хотим победы. Конечно. Каждый день. Об этом думаем. Да. Да, давайте поговорим о музыкантах. А вот, кстати, по поводу победы. Мне еще в Москве мои товарищи показывали проекты, связанные с вашим парком победы. Но то, что мне не нравится проект, это мое личное дело. о вкусах не спорят. Но, это вот та тенденция, которую надо понимать властям всех уровней. Думать, особенно, когда речь идет о общественном пространстве, это пространство для людей. и если возникают дискуссии общественные, она должна определять решение власти. Не наоборот. Те времена прошли. То есть, там, как раньше, народ схавает, people схавает. Уже нет. Я не зря говорю про патриотическое гражданское общество. То есть, люди должны выбирать... Конечно. Конечно. Если появляется общественная дискуссия, если ее нет... Как-то голосовать, собираться в какие-то сообщества, и уже утверждать проекты. И общественное голосование на официальных сайтах. Но у нас во многих городах это делается, и это работает. Это работает. Причем, даже не нравится. Вот, в Москве было по Войковской метро и улице. Большое количество людей против того, чтобы Войкова вот, как бы, топонимика сохранялась. Ну, учитывая его участие там в расстреле царской семьи и прочее, и прочее. Власти понимают, есть дискуссия. Сначала устроили информационную кампанию, а потом общественное голосование. Времена изменились. Общество другое. И надо слышать, слушать и слышать общество. И не отмахиваться от него, и не думать, что если власть решила, все послушивают. Нет. Потому что у нас на фронте воюют. У нас на фронте воюют наши мужики. Вот как раз хотела вернуться к вопросу наших мужиков. Хочу спросить вас о музыкантах, ЧВК Вагнер. Как вы оцениваете их работу? Стыдцы на работу. Знаете, тут у нас, по-моему, ни у кого нет разногласий. Это абсолютно героическое. Это не было воинским подразделением. То есть, группа Вагнер, которая воевала и будет воевать в степях Украины бывшей. Это абсолютно героическое подразделение. Тут, по-моему, ни у кого сомнений нет. Верховный неоднократно об этом говорил. Другое дело, что когда дискуссия возникла вокруг, она инициирована была в Вагнераме, тоже сама эта дискуссия, она такая немножко получилась странная. Может быть, люди ждали другого, люди ждали Робин Гуда. А тут не о Робин Гудах речь, потому что дискуссия была о принципах управления. Дискуссия была о том, как управлять войной. Ну и забыли о том, что частная военная компания и регулярная государственная армия это противоположные управленческие истории. Просто противоположные. Между прочим, сразу мостик перекинул. Это то же самое, что управление городом. Одно дело, государственная история в нашей стране, Конституцию открываем и читаем, там все это написано. У нас же сейчас по всей стране, вот реально по всей стране, идет волна требований, чтобы там, где этого нет, вернули избранных мэров. По одной простой причине. Избираемость равняется ответственности. Не справился? В следующий раз не изберем. А я подозреваю, что у нас еще в ближайшее время стоит вопрос и об отзываемости. Определенные процедуры, если выбрали мэра, а он не справляется или занимается не тем, чем должен заниматься, скорее всего, появятся процедуры, как народ, горожане, могут его и отозвать, и выбрать другого. Это, вот это нормальное взаимодействие власть и общество, тем более в таких обстоятельствах, когда у нас сейчас идут боевые действия, и мы не знаем, какие они будут завтра, возможно, больше. Это потребует другой отдачи от общества, но чтобы общество отдало это от себя, людей жизни. Просто только на секунду к властям обращаюсь, вы понимаете цену вопроса? Это не 13-й год, когда можно было деньги у людей это брать. Сейчас речь идет о жизни, физической жизни. И это постепенно касается все большего и большего количества людей, которые здесь сейчас находятся, это их родственники, друзья, одноклассники, однокурсники. Цена вопроса другая, и относиться к этому надо по-другому. Насколько я знаю, в Ульяновске нет избранного, я считаю, что это неправильно, но и наша партия так считает в всей стране. Это федеральная повестка. В этом смысле я полностью поддерживаю позицию своей партии, как ни странно. «Справедливая Россия» за правду, если вы не в курсе. Партия называется. Я думаю, что Ульяновску тоже надо приходить к этому. Потому что, еще раз, время изменилось, общество изменилось, это должны понимать власти. Хотите быть мэром? А зачем? Вы знаете, тысячу раз видел интервью с кандидатами в мэр. А как правильно выбирать мэра? Если у вас какие-то советы, какие-то навыки, так его разглядеть. Для начала журналисты должны задать кандидату вопрос, а зачем вы хотите стать мэром? Вы лично, вот вы, Иван Иванович, вот почему, вот вы же кандидат. Ладно, если вы от партии, партия приняла решение, это еще потом отмазка хорошая. Но, вот вы лично, зачем, зачем вам это надо? Зарплата, положение в обществе. Что они будут отвечать? Я хочу сделать этот город-сад или еще что-то. Что-то в таком-то духе. Отлично. Хочу, чтобы везде стояли фонари, все цвело и развивалось. Прекрасно. Верись, нет? Нет, тогда берем бумажечку и по списку. Давайте, вот то, что вы говорите, вы сейчас зафиксируем, журналисты от имени общества. А вы подпись поставите под этой бумагой. Это ваши обещания. Лично высказаны. Не листовки. Вот вы лично, да? Вот для этого вы хотите. На самом деле, тут можно и второй вопрос задать. Почему вы решили, что вы можете это сделать? Хотеть-то мало. Надо, то есть, кроме амбиции, должна быть еще и амуниция. Амбиции без амуниции это беда. Но они будут отвечать, да, что я уверен в своих силах, я компетентен, чем докажет. Компетентна. Чем докажет. И как вот они могут доказать в процессе? В процессе. Они же не в школе учатся, а у них какая-то жизнь за плечами есть. Но покажите, что вы до этого сделали. А мы посмотрим, получилось там у вас или нет, что люди про вас там говорят. На самом деле, если для этого просто СМИ должны иметь смелость определенную, вот, но я вас уверяю, дайте мне кандидата в мэры на час. И вы его расколете? Сто процентов. И еще пару советов по вопросам дайте мне, может быть, мне тоже когда-нибудь придется брать интервью у кандидатов в мэры. Я надеюсь, что это произойдет, в Ульяновске тоже. И тогда наша партия точно выставит всего кандидата. Вот, мы вместе у него, честно, я приму в этом участие, вместе возьмем у него интервью. Я буду, как ваш коллега, просто участвовать. Нет, тут же все просто. Надо для журналиста не ограничиваться одним вопросом. Технология очень простая. Вот вы задаете вопрос, зачем вы хотите быть мэром? Он говорит, чтобы сделать городсад. Почему вы... Продолжайте на эту же тему. Второй вопрос, третий. Не меняйте. А расскажите, в каком месте будет этот сад. Нет, вы меняете тему вектора, вы оставайтесь там же. Зачем? Почему вы считаете, что вы можете это сделать? А какие образцы у вас есть в голове? Вот вы откуда, вот вы считаете, что наш город должен быть садом? А какой сад у вас в качестве прообраза? Книжки, картинки, где вы видели это? В Париже? В Париже это уже помойка уже. Нам такой сад не нужен. И на ту же тему продолжайте. Вопросы, вопросы, вопросы. И я вам этого не говорил, но это методика таброса. Даже так. Никакого насилия, только разговор. Конечно. Мы же в современном обществе живем. Безусловно. Александр, вы уже в Ульяновске побывали. Что бы вы сюда добавили для красоты? Посмотрели уже центральные улицы? Что вам бросилось в глаза? Что бы вы поправили? Что бы поменяли? Ну, кроме Парка Победы, о котором мы с вами разговариваем. Парка Победы. У вас потрясающие, вот мы приехали мимо Стеллы, совершенно потрясающие, с видом на Олгу. Но там, по-моему, все красиво. У меня такое подозрение, что, я правда не знаю, вопрос задать не успел, многое перекопано, может быть, это перекопали для того, чтобы 9, ну, как у нас любят, 9 сентября все как бы закончить, или 8. Ну, коммуникации меняют. Ну, да, у нас обычно так выбором и делают. Но, мне кажется, что в центре дорожная инфраструктура могла бы быть лучше. У вас не тесный город, не вот такой вот. Место для этого есть. Надо просто, то есть, городская инфраструктура должна быть, она даже такая, чтобы горожане ее не замечали. У нас строится еще и транспортная развязка на Свияжском мосту Минаевский мост называется. Губернатор поручил побыстрее с этим разбираться, потому что, ну, долго этот процесс идет. Соединить улицы нормальную, чтобы все добирались до работы в центр. Вот, из того, что в центре видела, ну, еще раз говорю, на меня произвели впечатление, всегда производят впечатление как бы исторические здания и вот танково Суворовского училища и театра и других малой сцены. Но акцент на них не сделан. Надо еще вечером посмотреть. Я увижу сегодня вечер. Но когда у города есть история, у нас же есть города без истории, которым 20-30 лет. Ну, 20-30 нет, но там 50-60. Вот они начинались с хрущевских коробок. А города с такой историей, ваш город во всем мире знает, понятно, почему. Потому что здесь Владимир Юльянов родился. Здесь, конечно, исторический центр должен быть акцентированным, то есть это должна быть историческая зона, чтобы там было место для машин или место для машин в другом месте, но делать пешеходные переходы специальные, то есть акцент на этом должен быть сделан. Потому что даже в красках самое яркое здание, которое вело, это опять Суворовская учитель. Но это тот самый природный кирпич такого цвета, он сам по себе очень яркий. Если не такое, значит, здесь есть что поделать в историческом центре, но этим гордиться надо. Ну как, это потом детям и внукам рассказывать, что здесь было, какая история, какие люди здесь сидели, ходили. Это для детей очень важно. Это вот то, что я успел увидеть. Александр, а вы к нам еще приедете? Планируется? Вы знаете, у меня что-то вот из разговора с вами возникло желание приехать в день выборов. Потому что кроме того, что я политолог и много говорю о войне, вот, а я еще секретарь президиума по вопросам образования, но я и выборные технологии неплохо знаю. Что-то мне хочется приехать в ваш город и посмотреть, как у вас будет проходить голосование. Не знаю, получится или нет, но это важные выборы. Если еще есть, есть минутка еще? Минутка буквально. У нас же изначально позиция партии была, мы предлагали отказаться от выборов на время специальной военной операции, потому что выборы это компенсированная гражданская война. Но это уже про философию. Но раз уж они идут, они должны по-другому проходить. на фоне специальной военной операции, на фоне большой войны, которую против нас ведет Запад, выборы должны стать честнее, открытие и прозрачнее. И если обстоятельства позволят, приеду, посмотрю, насколько они у вас честные и прозрачные. Обязательно приезжайте к нам в сентябре, Александр. Рады с вами познакомиться. Я тоже. С вами была Виктория Черкова. Всего доброго. До свидания.